Добрый день, Ольга Макея, телеканал «Беларусь-1». В последнее время часто приходится слышать критику подходов ряда стран по выходу из социально-экономического кризиса, который был спровоцирован эпидемией коронавируса. Некоторые упреки звучат и в адрес Венгрии. Понятно, что сегодня не существует какого-то конкретного рецепта по выходу из этой ситуации. Каждая страна сама решает для себя, какой путь наиболее эффективный. Но на Ваш взгляд, почему в современном мире сегодня все еще имеет место желание одних навязывать некие определенные подходы другим? Западный мир, западные государства часто считают и думают, что они представители мыслей более высокого уровня, потому что у них были построены парламентские демократии после мировой войны, и они считают, что это дает им основу и дает им право рассказать нам, что и как нужно делать. Я думаю, это одна из причин. А вторая причина, что мы это терпим. Очень многие страны и государства просто не выражают твердо свою позицию. Конечно, мы можем выслушать разные мнения, но тем не менее, это наша страна, это наша судьба, это наша экономика. Мы сами в силах принять свое решение. Что касается сейчас экономических трудностей, социоэкономических трудностей в мире, это очень интересный процесс. Мы должны понять, что Европейский Союз, он уделяет очень большое внимание, ставит большой упор на регулирование экономических процессов стран-членов. Сейчас Европейский Союз считает, что каждая страна должна уделить как можно больше финансовых средств для возрождения экономики. И мы не должны здесь стесняться, потому что если западные государства считают, что нужно из своего бюджета как можно больше вкладывать деньги в экономику, и если мы не хотим отстать, если мы хотим, чтобы наши компании были конкурентоспособны, мы тоже должны вложить дополнительный капитал. Хоть это раньше не позволялось, сейчас есть такая возможность, и мы должны воспользоваться такой возможностью. Вы знаете, Ольга, я абсолютно могу поддержать и подписаться под всем тем, что сказал уважаемый премьер-минецт Венгрии. Я знаю его позицию. Мне очень понравилась вот эта фраза, я по-своему скажу, нас наклоняет потому, что мы порой излишне терпеливо к этому относимся, потому что мы терпим. Вот это ключевой тезис, исказанного премьер-министром.